В общем, мы центральный госпиталь Северного Кипра. Чисто, аккуратно, консультация приема врача стоила, но это уже будет без оплаты, у них вот так вот. Всем привет, и снова с вами Кит-Приотики. Мы приехали с Афьюши, сыпь пошла по телу, ее предполагаем, мы уже, по сути, там посвящались с белорусскими врачами, что это у нее высыпало. Поясывающий геркут. Ну, вот как она все-таки подцепила, но сейчас приехали в медицинский центр, и пойдем покажем ее у врача. В общем, подошли мы в Сайпрус, центральный госпиталь Северного Кипра, вот так выглядит его центральный вход. Здание там пятиэтажное, местами трехэтажное, довольно большое. Пришли мы, кстати, к дерматологу, ребенка отвезти, показать. Здесь на ресепшене находится русскоязычный персонал, женщина, которая нам поможет с нашим вопросом. На входе сидят, проверяю температуру. Вот сам холл, довольно все аккуратно, красиво цивилизованно. Короче, жду Софию и Вику, они находятся на премии врача. Тут снимать переговоры нежелательно. Вот, поэтому, ну, то, что улыбкой не смогу показать, можно здесь покажу. Вот как и помещение, коридор, больница. Все довольно аккуратно. Видно, что делали мы, да, но все цивилизованно. Все цивилизованно. Таблички, не веря. Хорошее удобное сидение. Из куззана. На стенах, вязать картину, все цивилизованно. Красиво. Футуристическая стойка для персонала. Хорошие лифты. Не, уровень именно внутри достойный. Это частная клиника. Одна из крупнейших в Фомагусте. Тут, в принципе, оказывается, все виды скуг. В общем, мы вышли. Здесь, оказывается, в самой больнице нельзя снимать. Это частная больница. Вот. И здесь есть в частной, точнее, клиника. Здесь есть дневной стационар и принимают врачи. Очень даже, ну, все чисто, аккуратно. И русскоязычных сопровождают администратор. Было очень приятно. То есть мы, конечно, пока языка не знаем, а у них, оказывается, уже предусмотрено. То есть, если ты русский, записываешься. Вот это уже у нас были контакты русской девушки. Она нас провела к врачу. Там с нами постояла. Перевела. Она все рассказала. Лечение рассказала. То есть там еще врач был из Сербии. Она немножко понимала по-русски. Что-то говорила. У соседей действительно герпес вот этот опоясывающий. Как нам объяснили это. Либо бассейн, либо солнце, либо стресс. То есть это вот могла нам где-то в бассейне поцепить. Спинная достаточно серьезная форма. Ей прописали лекарства. Вот могу показать. То есть у нас здесь вот ацикловир. Я так понимаю, пить сиропик. Вот обработка какая-то была. И мастер. То есть вот это вот все нужно в течение пяти дней. Ее нельзя никуда опускать, то есть ни с кем контактировать. И соответственно, как бы она будет сидеть дома. Ну а те, кто не болел петрянкой. Вот как у Милаши. У Милаши может заболеть просто ряда. Потому что это как вот этот опоясывающий герпес. Он как вторая стадия. Да, у Милаши этот единород. Еще нам сказали, что это. И я читала в интернете, что это очень редкая болезнь. Дети практически ей не болеют. И в основном взрослые это очень тяжелой формы. И переносит очень сложно и больно. Ну он говорит, врач, что у нас говорит странно, говорит, но в последнее время случаи детского заражения они увеличились. Ну то есть как бы видимо, либо солнце, либо все-таки у детей стрессов наших сильно много. А сколько стоило прием? Стоило обучение. Ой, обучение, говорю. Я постоянно учусь, поэтому у меня уже обучение. Консультация приема врача стоила 170 лир. Это получается 177. Это 17 евро. И потом через две недели мы можем прийти повторно. Ну а это уже будет без оплаты. У них вот так вот идет. И кстати, здесь не принято так, как нам объяснили. Мы привыкли вот в постсоветском пространстве. У нас в Беларуси, я думаю, те, кто смотрит нас в России, в Украине, мы там сами сдаем себе анализы, сами себе что-то там назначаем. То есть перешли, дали анализы, пошли к врачу. Здесь не так. Здесь вначале ты идешь к врачу, он с тобой беседует, он дает тебе сам анализы. И, соответственно, как бы Дима, стойди, пожалуйста, машина. И, соответственно, Милашенька, тут машин много, Милашенька. И, соответственно, уже назначает лечение. Вот здесь вот так вот. Ну, в принципе, прикольно. Очень приятные такие общительные врачи. Они очень любят детей. Здесь, по сути, тебе очень классно отношение. Здесь нет такого вот уставших изнуренных людей, хотя очереди тоже были в поликлинике, но в плане того, что к нам приходишь, че, ой, как там, немножко так, немножечко. Все это на таких уставших лотах. То есть здесь очень все доброжелательно. Редактор субтитров А.Семкин